Каждый день на адской кухне это битва за репутацию. Участники добровольно стали на путь стрессов и унижений. Кто не ударит в грязь лицом и с достоинством выдержит все адские испытания и заработает репутацию повара в высокой кухне. Оценивать конкурсы на адской кухне будут суровые судьи. Арам Нацаканов, известный ресторатор, владелец кулинарной империи в Санкт-Петербурге. Бескомпромиссный и властный шеф, суровый учитель и жесткий наставник. Для того, чтобы победить в адской кухне, нужно нечеловеческие усилия. Сергей Гусовский, управляющий адской кухней. Опытный ресторатор, владелец статусных ресторанов. Его успех – это изысканный вкус и безупречный сервис. Беспощадный критик плохого вкуса и несуразных блюд. Рисарь Боря – это не ризотто. То есть две ноги – это еще не человек. Дарья Цивина – судья адской кухни. Самый известный ресторанный критик России. Беспощадно в суждениях и верна своим принципам. Многое было не совсем съедобно. Рестораторы боятся ее метких оценок и уважают за справедливую критику. На прошлой неделе между конкурентами Романом Смирновым и Женей Нырковой завязались отношения. И влюбленный Роман чуть не провалил ужин. Пообщаться, конечно, со влюбленным поваром было бы приятно. Шеф перевел Илью Пасохина и Алексея Гнетененко к красным, где Алексей пытался захватить власть у Жени Нырковой. А Анна Панюкова отправилась к «Синим», где провалилась на конкурсах и ужине. Возьми в руку. Теплый? Можно. Убеден, ***. Еще раз замечу – просто прибью. Ну что ж, снимай кить. Но впервые за историю ресторан шефа не покинул ни один участник. Постирай. Еще одна ошибка – вылетишь от себя. Да, шеф. Сегодня. После унижения на ужине Роман Смирнов захочет убить шефа. На адской кухне дойдет до пожара. Вы проспали пожар на адской кухне. Скорой помощи, рукоприкладство и настоящие вспышки ненависти. Пришедшие в ад подвергнутся сильнейшему унижению. Раз, два. Ну, мне кажется, это перебор уже. Ты будешь здесь делать то, что я тебе говорю. Алексей Днитиенко получит отпор от Жени Нырковой. И отыграется на ужине на всей красной команде. Давайте, давайте, давайте. Я кричу два раза, вы меня не слышите. Сергей Зельверстов предаст друга. А Анна Панюкова откажет Евгению Барабанщикову в пикантном предложении. Бикини, топлицы, много пены. Вчера шеф не выгнал никого из участников. Решив отметить это событие, ребята расслабились. Коньячку пригубили и легче стало. Никто даже не предположил, что шеф никого не выгнал, только чтобы посмотреть, как на это отреагируют участники. Открывать. Перебрала время. Выпиток было много. Но вместо работы над ошибками все расслабились. Пока то до сёлили только в 4 утра. Сегодня ужасно. Узнав про ночной шаба, шеф решил проучить обе команды. Утомленные тяжелым днем и ночным разгулом, они спали, как суслики, и не заметили, как к адской кухне подъехали пожарные. Пойдем. Тревога. Пожар. Пожар. Быстро одеваемся, встроимся на раздачу. Быстро, быстро, быстро. Подъем, подъем, подъем. Выбегаем так. Пожар, подъем. Новый день на адской кухне начался. Доброе утро, доброе утро. В жду, я в одних труханах выскочил, как дебил. Мне кажется, все в осадок выпали вообще. Вы проспали пожар на адской кухне. Эти люди, в отличие от вас, работали всю ночь. Они устали и хотят есть. Их надо быстро и вкусно накормить. Каждая команда должна будет приготовить по 40 порций завтрака за 40 минут. По одному блюду в минуту. Неужели это реально? За 40 минут сделать 40 порций, это фактически, то есть сделать за минуту целую порцию. Ну, в общем, непродоподобно. Пожарные голосуют пустыми тарелками. Чем больше пустых тарелок на вашей кухне, тем яснее становится, кто победитель. Это понятно? Да, шеф. Бегом, время пошло. После вчерашнего у большинства еще болят головы, но включать голову сейчас просто необходимо. Капусту, капусту. Я пьем с караной. Давайте макарушек. Хороший. Команды быстро обсуждают меню. Каждый настаивает на своем. Давай котлетосик, котлетосик. Давайте макароны по-флотски сделаем, да и все. Алексей Гнетиенко борется с Женей Нырковой за лидерство в команде. Убрать лидера и починить себе красных – вот его стратегия. Впрочем, Женя не намерена уступать свой авторитет. Давайте сделаем салат, перцы, помидоры. А зачем нам фарш? Фарш не надо. Да им рыба больше понравится. Это 100%. Это будет уже жесть. Давай рыбу. Давайте все, рыбу сейчас быстренько делаем. Я могу сказать только одно, что меню придумывалось реально стихийно. Но каждый участник пытался продвинуть свое. Я быстро ушел на задний план. Алексей Гнетиенко попал на адскую кухню после работы шеф-поваром в Москве и Испании. И пришел он только за победой, ради которой он готов пойти на любой поступок. Алексей, вот мне сейчас подсказывают, что у вас вылился на пол белок. Это правда? У меня? Да. Немного, часть, половина. Он даже пытался обмануть шефа. Значит, я девочек ругаю, а вы молчите, стоите, и я вам бал даже дал. И если в синей команде он сдерживал свой командирский пыл, то попав к девчонкам, Алексей привычно начал командовать. Арусь, не стой. Убери говно. Оль, помоги им, пожалуйста. Дай сюда. Но на его пути стала Женя Ныркова. Она очень ленивая. Она поймала звезду. Не знаю, она пришла сюда со звездой или здесь на проекте ее поймала. Женя еще не знает, что Алексей не простит ни ей, ни красной команде ни одной попытки управлять им. По его мнению, распоряжаться здесь может только он. Ты делаешь соус, давай. Я делаю. Быстрее, давайте думать, у нас время не получится. Как угодить целой толпе голодных мужиков? Обе команды наскоро составляют меню. Ну, моя идея была насчет салата. А Руся придумала вот этот соус, песто. Итак, красные делают ставку на изысканное рыбное блюдо, а синие – на простое мясное. Что же выберут гости? Рыбу красных или мясные дифтели синих? У ребят осталось всего полчаса, чтобы приготовить по 40 порций. Успеют ли они? Синяя кухня, просыпайтесь, наконец. Да, Женя. Тут не проснился. А красная кухня тем временем полностью починилась Жене. А что, может, ливичный соус, да, делать? Да, сделаем сливочный соус. Где готовим ее? Жарим или что? Ну, конвекторы делаем. Это лучше супер отдать, чтобы аж все там... Если бы они знали, как Алексей на них отыграется во время ужина. Полный зал голодных мужчин – отличный повод работать быстрее обычного. Даже Алексею Гнитиенко приходится отодвинуть гордость на задний план ради результата. Пока участники активно работают, судьи делают свои прогнозы. Впервые на адской кухне мнения судей полностью разошлись. То, что происходило у красных, да, рыбы, так сказать, лососи и макароны, понятно, приемлемо. А у синих это очень в лоб. Если бы я сидела в робе и в каске вместе с ними, я бы стопроцентно свою тарелку отнесла на синюю кухню. Итак, Дарья Цивина на стороне синих, а Сергей Гусовский на стороне красных. Чей прогноз окажется правильным? Блюдо какой команды больше понравится гостям? Осталось 20 минут. Даша! Половина времени прошло. Я хочу, чтобы вы готовили быстрее. Даша! Пожарные голодные. Они уже 20 пожаров потушили, пока вы возитесь. Быстрее! Я один раз была в здании, в офисе, который горел, да, и пожарники приезжали. То есть я столкнулась очень близко с пожаром. У шефа адской кухни мало времени, чтобы раскрыть потенциал поваров. Он знает, только в стрессовой ситуации максимально быстро могут проявиться лучшие человеческие и профессиональные качества. Утро на адской кухне началось с пожара. Теперь участникам нужно накормить пожарных и готовить со скоростью одно блюдо в минуту. Чем закончится такой завтрак? Это не завтрак, ты не понимаешь? Это как ужин до них. И они работали всю ночь. Это не утренний у них завтрак. Ситуация действительно очень напоминает ужин на адской кухне. Только вместо прессинга шефа на участников давит зал. У синих все хорошо, а вот у красной команды проблема за проблемой. Проверяйте все. Лучше опоздать, но не давать всякое дерьмо. Понятно? Не надо затягивать, ничего. Просто отдадим его так. Жидким? Не жидким. Вкуса нет. Давайте пармезана. Вкуса нет. Шевелитесь. Иначе люди останутся голодные. Понятно? Да. Ситуацию спасает Женя Ныркова, которая отодвинула Алексея Гнетиенко, окончательно берет командование на себя. Она работает как су-шеф. Тебя за пять минут осталось, а мы еще ничего не отдали. Давайте быстрее. Су-шеф двух крупных ресторанов Женя Ныркова пришла на проект, чтобы доказать всем и каждому, она лучшее. Женя готовит хорошо, любит руководить. Но, несмотря на это, готова подчиниться воле команды ради результата. Женя понимает, для того, чтобы проявлять индивидуальное мастерство, необходима и слаженная командная работа. Вскоре обе команды начинают выдавать в зал первые блюда. Давай, подожди. Подровняем, почистим кто-нибудь свободный. Пожарные будут пробовать блюда обеих команд, но проголосуют только за лучшую. И тут случается неприятность на синей кухне. Ну, волос. Испорченное блюдо приходится возвращать. Аня, это ты. Забирай. И поковыряться. Команда, внимание. Осталась одна минута. Шеф останавливает кухни. Невероятно. Из последних сил обе команды укладываются вовремя. Ребята, все отдали? У-у-у! Теперь обе команды с любопытством оценивают блюда друг друга. Без язвительной критики в адрес соперников не обходится. Но котлеты у них, ну, вкус столовый, вкус сырой, свининой. Да, форсионная. Коклетка сочная, но совершенно не соленый фарш. В Тюрьме у нас офигеть, какие вкусные получились. А у них рыба сухая нафиг. Участники с надеждой смотрят на гостей. Именно от них зависит, какая команда победит в конкурсе. Ну, задумывалось сделать соус сливочный, поливать лосось. Этим соусом в итоге смешали его с пенни. Макароны с двумя сырами у нас были вкусные. Еще соус на тефтели был тоже. Вполне такое домашнее, нормальное блюдо. Ну, я считаю, что мы сделали однозначно полезней. У нас было больше овощей. Лосось, несомненно, полезнее, чем фарш. Пока участники делают прогнозы, гости быстро опустошают тарелки. И что больше? Синий. Синий лучше? Да, тефтели. Что же понравится гостям больше? Изысканное блюдо из лосося красной команды или, понятное, домашнее блюдо синих? Бомба. Классно. Очень хорошо проглаз. И паста тоже вкусная. То есть вы за синюю команду? Да. Синий вырывается вперед. Неужели Алексей Гнетиенко был прав, и красным нужно было брать мясо, а не рыбу? Однозначно вся команда фу сказала на фарш. Но вскоре ситуация меняется в обратную сторону. Рыба как-то мягче. Тефтели какие-то, я не знаю, или недоделанные. Жесткие, да? Да, жесткие. Ну, как-то вкуснее было красное. Салат понравился мне. Это вот макароны тоже от красного кухня. Рыба была действительно очень вкусная. Вот. Ну, хорошо приготовленная. Красные сравнивают счет и быстро уходят вперед. Невероятно голодные мужчины выбирают не мясное, а рыбное блюдо. Команды построились. Вам было вкусно? Спасибо, шеф. За счетом 30-10 победила красная кухня. И наградой в этом конкурсе будет следующее. Красная команда едет играть в пейнтбол против су-шефа. У вас уникальная возможность разрядить в голову су-шефа всю обойму из ружья с шариками. Вините одеваться, красная команда. А синяя команда идет сейчас к пожарной машине. Не кататься, а мыть пожарную машину так, чтобы она сверкала. Это понятно? Да! Бегом! Итак, первый конкурс выигрывают красные. Женя Ныркова проигнорировала предложение Алексея Гнетиенко готовить мясо. И рыбное блюдо красных понравилось гостям больше. Я работала на кейтеринг для 300-400 человек. Что приходилось делать за 2-3 часа закуски. Она еще не знает, какую обиду уже держит в себе Алексей. Шеф, русское радио, пожалуйста. Более 10 миллионов слушателей в России и зарубежниках. Мы русское радио. Пока красные оставляют все проблемы на кухне, чтобы как следует повеселиться на полигоне. На пейнтболл шеф не едет. Он знает, что после всех унижений на адской кухне давать оружие участникам опасно. Кто же окажется сильнее в стрельбе? Парни или девушки? В это время на адской кухне синяя команда продолжает смывать следы утреннего пожара. А на полигоне уже зазвучали выстрелы. Я хочу домой, хочу к маме. Вон они уже готовы. Невероятно, нули делают именно девушки. Хороший намек для Алексея и Ильи. Участницы адской кухни в состоянии постоять за себя. Тем временем синие заканчивают с мойкой пожарной машины. У них свои радости. Нам говорили, конечно, о сублимации сексуальной энергии в творческую. Я не предложил бикини, топлицы и много пены. Да, будем смотреть все вместе очень внимательно. Единственная девушка синей команды тоже видит в наказании больше плюсов, чем минусов. Ну, мне понравилось мыть машину. Во-первых, потому что были одни мальчики, они в основном делали всю работу. Это было прекрасно. Почаще бы так мыть машину. Похоже, впервые для ребят наказание не менее приятно, чем поощрение. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Очень жаль, что мы не поехали в пожарную часть. Мне хотелось там прокатиться на этом счете, на котором они спускаются вниз. Вот. Но в следующий раз. На полигоне еще вовсю идет борьба между участниками и су-шефами. Эй, что ты так? Убил. АПЛОДИСМЕНТЫ Больно. АПЛОДИСМЕНТЫ Несмотря на старания обеих сторон, пейнтбол заканчивается боевой ничьей. У меня утром закончится не могу себя убить. Как дура. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы у меня когда закончили ставку? Неожиданно, сразу после наказания, Евгению Барабанщикову становится плохо. Еще никто не знает, каким ужасным последствиям приведет этот день как Евгения, так и всю синюю команду. Конечно, переживаем за здоровье Жени, чтобы у него там было все хорошо. Впрочем, за здоровье нового лидера переживают далеко не все. Но если выяснить, что стимулировали, я бы выгнал его сразу. Сергей не скрывает, он против нового лидера. Ну, я бы не сказал, что Женя лидер на кухне. Он встает на позицию и получает люлей, походу, больше всех, чем все остальные. Тошнота постоянно. Постоянная. Парализа не сделать обязательно. Ни Евгений, ни синяя команда, ни сам шеф еще не знают, какой трагедией закончится сегодняшний вечер. Но пока, несмотря на боль, Евгений Барабанщиков возвращается к команде. Какой катастрофе приведет недомогание Евгения Барабанщикова и какими ужасными событиями обернется происходящее на очередном адском ужине? За что Алексей Детиенко возненавидит красную команду? Шеф знает, слабым не место среди лучших. И только в жестких условиях адской кухни можно раскрыть потенциал шеф-повара для ресторана международного стандарта. Адская кухня. Россия. Впереди самое интересное. Гуру ресторанного бизнеса Арам Нацаканов, как никто другой, знает, какой должна быть высокая кухня. Работать в его ресторане все равно, что ходить по раскаленным углям. Он готов на все, чтобы передать участникам свое мастерство. Итак, новый конкурс, который коротко можно назвать шинковка. За короткий промежуток времени нашинковать три вида овощей. Вы возьмете морковь, лук, сельдерей. Введите та команда, которая нашинкует больше качественных овощей. Понятно? Да, шеф. Время пошло. Каждый овощ имеет свой вид нарезки. Мелкая соломка моркови – жульен. Кубики лука – бренуаз. А брусок сельдерея – жарденьер. Шеф сначала отберет только правильно нарезанные овощи, а потом взвесит общие результаты каждой команды. При правильной шинковке луковицу не разрезают до конца, оставляя корневую часть луковицы в качестве удобной ручки. При нарезке такая луковица не разваливается. Участники напряжены. Конкурс – отличная возможность утвердиться в команде и доказать свое лидерство. Время быстро подходит к концу. Мы начинаем. Первым к шефу подходит Сергей Селиверстов. Это столько нашиковал моркови? Да я что-то ступил, честно. Что ты ступил? Вообще что-то у меня в мозгах перевернулось и начал резать неправильно сразу. Но вот такое количество профессиональный повар может идти сразу лесом. Это позор для вашей команды. Сыдно работать шеф-поваром с такой нарезкой, если честно. Лидер синих Евгений Барабанщиков невольно тянет команду за собой. Синие ждут от него чуда. Абсолютно честно. Вот жульен и количество какое. Молодец, Женя. Спасибо. Так один за другим участники наполняют общую емкость. Чья же в итоге перевесит. Немного моркови, но и ошибок немного. Иван, сюда. В целом, неплохо. Неплохой жульен, но не все одинаково. Немногим больше, но зато аккуратно. Молодец. Рома. Да, шеф. Более-менее. Но половина у тебя ушла в утиль. Илья, для тебя это очень мало. Так, Настя, немного Настя сегодня от тебя. Ну, все отборные. Анна Панюкова очень старалась удивить шефа и свою новую команду. Но правильная шинковка явно не ее конек. Анна. Называется, кот наплакал. Ну, это все можно смело. Ну, не все. Там есть хорошие. Иди ковыряйся своей морковью, принеси ненормальную морковь. Москвичка Анна Панюкова пришла на адскую кухню из американского ресторана быстрого питания. Пришла за победой. Но с первого дня оказалась настолько слаба, что вместо профессионализма все больше стала рассчитывать на хитрость и везение. У красных Анна оказалась на пороге вылета. Перейдя в синюю команду, Анна стала прятаться за спины более сильных поваров и за их счет держится на проекте. Несмотря на неудачи, Анна всегда находится среди победивших и остается на проекте. Сама же Анна считает свое везение залогом успеха. Она уверена, победит не сильнейший, а хитрейший. Ну вот приятно взять тарелку такую, где вот по весу я чувствую грамм 350-450. После унижения на первом конкурсе Алексею Гнетиенко очень важно заткнуть выскочку Женю Ныркову и показать всем, кто хозяин в красной команде. Какой же результат будет у Жени Нырковой? Сможет ли она удержать авторитет лидера красной команды? На, ешь. Снова стыдно. Вы понимаете, можно ошибиться по длине, по ширине, но когда человек делает одинаково, ну это значит профессиональный человек. Очередная похвала от шефа достойный ответ. Боевая ничья. Спор между Женей и Алексеем продолжится при взвешивании лука и сельдерея. С недавнего времени Семен стал проявлять себя как прекрасный повар. Но он так не уверен в себе, что для утверждения в команде ему необходим настоящий триумф. Вот примерно морковь и по количеству, и по качеству, которую я принимаю практически полностью, потому что я ошибок здесь не вижу. 40, сколько до того три товарища. Семен Колесников профессионально нашинковал сегодня Женен. Браво, Семен. Спасибо. И сейчас мы проверим, чья же команда. Шеф, можно мою еще капельку? Мою капельку? Панюкова. Раз. Два. Остальные все коротышки. Что-то тебе муж такой достался. Знаете, бывает мало, золотник, да дорог. Да? Живи с этой мыслью. Я взвешиваю морковь и команда красная 398 грамм. И команда синей кухни 524 грамма. И за счетом 1-0 Семен Колесников выиграл у красной команды. Самый тень я ожидал, честно. Итак, судьи оценили шинковку моркови и готовы взвешивать нашинкованный лук. Несмотря на пролитые слезы, с луком у ребят намного меньше проблем. О! Вот это другое дело. Рома, в этом случае хвалю тебя. Я Русю уже лучше. Я тебя хвалю, Оль. Молодец. Молодец. Вот видно, что повар. Настя! Крупняк пошел. Накалиберный. Ой, ты. Аня, смотри-ка, вот усилия твои увенчались успехом. Ура! Илья, ну-ка, завелся на луке, да? Стыдно стало? Молодец. Внезапно шеф замечает, что Сергей Селиверстов тихо дорезает еще не взвешенный сельдерей. Селиверстов, я тебе сейчас дорежу не сельдерей, а я выбираю сразу хорошее. Выбираешь хорошее с ножом, да, вместе? Ты хочешь, чтобы я применил к тебе санкцию? Нет, шеф. Вставай сюда. Сергей Селиверстов, шеф-повар ресторации в Пятигорске. Он пришел на адскую кухню не только за победой, но и за опытом, который пригодится ему в работе. Сергей непростой человек и способен ради победы на многое. При этом Сергей очень не любит, когда им управляют, и условия адской кухни для него утомительны. После позора на моркови... Ну да, да что-то сегодня с руками вообще. Нарезано нормально, очень мало. Для тебя это очень мало. Да я не знаю, что-то прям руки трясутся, ноги трясутся и встаю как дурак. И в таком уже третий раз назвали нормально. В шинковке моркови силы Алексея Гнетиенко и Жени Нырковой оказались равны. Но кто из них окажется сильнее в шинковке лука и утвердится в качестве лидера? У Алексея 254 грамма. Какой же результат будет у Жени? Проиграв Алексею, она заметно сдаст свои лидерские позиции. Жень, от тебя я не жду такого подвоха, а у тебя, видишь, неравномерно все. Шанс обойти Алексея Гнетиенко упущен, но в целом результат Жени очень хороший. Перед шефом Евгений Барабанщиков. Наилучший результат по луку пока у нового лидера синей команды. Сможет ли кто-то побить его рекорд? Настя, вы посмотрите, качество и количество. Повар горячего цеха в провинциальном ресторане. Семен Колесников пришел на адскую кухню с запризнанием и секретами высокой кухни. Семен отличный кулинар, но самоуверенности ему явно не хватает. Работая в провинциальном городе, Семен еще не знаком со всеми тонкостями высокой кухни и очень стесняется этого. Сейчас Семену необходима уверенность в себе. 606 грамм. Аня, это тебе на сутки работа. Итак, результат в красной команде. 1 килограмм 54 грамма. Синяя команда. 1 килограмм 572 грамма. 2-0. И снова Семен Колесников поражает всех своими способностями. На очереди взвешивание сельдерея. О, теперь соревнования между Семеном и Алексеем. У Семена идеальная нарезка. Алексей тоже очень хорошо. Спасибо, Шарик. В этом конкурсе абсолютные лидеры своих команд. Итак, красная команда. 496. И синяя команда. 926 граммов. АПЛОДИСМЕНТЫ Абсолютная победа синей команды в этом конкурсе. Невероятно. Но победу на конкурсе обеспечили не лидеры, а неожиданно раскрывшийся талант Семена Колесникова. Даже судьи приятно удивлены. Главное – спокойствие. Как говорил великий Карлсон. В подарок от меня вы получаете абсолютно уникальную вещь. Профессиональные ножи с символикой адской кухни. И таких ножей у вас никогда не было. Дамасская сталь. Показать вам вообще, чем хороший нож отличается... Имело смысл пригодить на проект даже из этого подарка. А-а-а! Офигеть! Пипец! А-а-а! Вот он. Адская кухня. Я просто не ожидала, действительно. Это память на всю жизнь. Семен! Пять и четыре твоих дождь. Принес такую победу своей команде. Плакать хочется. Хороший приз? Очень. Расстроилась, конечно, но... Конкурс есть конкурс. Не надо гнитьенко думать, как... Перевела меня в красную команду. Это я был. Проигравшая команда. Вы убираете территорию адской кухни вокруг ресторана, вокруг павильонов. Понятно? Наше. Бегом. Пока синие радуются подарку и отдыху, красных ждет нелегкое испытание. Обыкновенная уборка была бы слишком мягким наказанием. И шеф придумывает кое-что действительно жесткое. О, боже! Ну, мне кажется, это перебор уже. По-моему, это уже не шутка, а как унижение реально. Ребята, ну, перегнули палку. Это уже слишком. Шеф понял, что наказание воспринимается участниками как праздники. И он решил по-настоящему макнуть их лицом в грязь. Давай! Вот свинство, а. Самое натуральное. Больше всех разозлен Алексей. Его работа на конкурсе была безупречной. Но из-за остальных он вынужден выполнять грязную работу. Фу! Что дал это? Фу! Кто сырет так много? Для меня это было самое мерзкое из наказаний, через которое я уже прошел. Отвратительно. Я обиделся вообще на всех, потому что, блин, а то мы из-за них проиграли. И вот убирать это говно. А вот девушки особо не заморачиваются. Видимо, отступать не в их правилах. Ну, знаете, я думаю, после этого тут подумаешь, что на адской кухне одни свиньи живут просто. Это и есть. Для алкоголя. И засранцы, потому что говна тут просто немереная. А я не буду после уборки руки мыть перед ужином. Это будет моя какашка. Ложка дегтя будет. Негодование Алексея можно понять. Впрочем, он добровольно пришел на адскую кухню за деньгами, репутацией и опытом. Поэтому гордость приходится отложить. Отлично, еще и дождик пошел. К унизительному наказанию добавляется отвратительная погода. Работать становится невыносимо. Девочки, после этого надо реально учиться много резать. Это нереальное наказание за это просто. Не умеете резать, гребите говно, да? Вскоре на адской кухне раздается рев сирены. Сирены скорой помощи. Вчера у меня было какое-то плохое прям предчувствие. Все обеспокоены. Такого на адской кухне не ожидал никто. Все соперничество отошло в сторону. Я надеюсь, с ним будет все в порядке. Радоваться точно нечему. Он заболел, и мне, как человек, правда, его жалко. Резкие боли, такие схватывающие. Здесь вот, в этой части. Мота такая в суставах. И язнок, и слабость очень сильная. В председании. Врачи принимают решение о госпитализации Евгения. Неужели он покинет проект? Сам Евгений настроен решительно. Вне зависимости от того, будет операция или нет. То есть я настроен на то, чтобы максимально быстро вернуться в проект. Аппендицит ли это? Или еще более страшный диагноз? Врачи пока не знают. Евгений Барабанщиков попал на адскую кухню после работы в дорогих московских и европейских ресторанах. У меня нет работы и нет близкого человека рядом. Целью Евгения является вовсе не победа, а желание круто изменить свою жизнь и погоня за новыми острыми ощущениями. Ко всему происходящему он относился с иронией и недоверием. И вовсе не стремился стать лидером. На сегодняшний день лучшие блины приготовил Евгений Барабанщиков. Спасибо, Шар. Но после перехода Алексея Гнетиенко в красную команду, именно Евгений стал сильнейшим игроком в составе синих, и ему пришлось взять лидерство в свои руки. Я считала его одним из самых достойнейших победы. Да, все шокированы. Главное, чтобы у него было все в порядке. Я надеюсь, что его вернут. Очень жалко человека, было хорошо все. Он как бы есть, но... Он такой человек, что он плохого никому не желает. Чувствуется человеческое отношение от него какое-то. Впервые ужин на адской кухне приходится сильно откладывать. Синяя команда в шоке. Они только обрели нового лидера. В команде конкурентов, наверное, Алексей мог бы сравниться с уровнем Жени. Но Алексея настолько все мальчики не любят. Да вернут. Конечно вернут. Да он сам должен вернуться. Женя сам себе доктор. Он должен по-любому вернуться. Если уходит плохой участник, да, который там всем мешает, наоборот, команда может стать сильнее. Но так как я Женю считаю очень серьезным соперником и участником, то, что оно бывает, команде, естественно, будет тяжелее. В больнице быстро проходит операция. Ужин сильно задерживают. На адской кухне участники с нетерпением ждут известий из больницы. Но вместо этого звучит сирена. Шефам на кухне хорошо готовить мало. Важно уметь грамотно управлять людьми. Кто сможет в суровых условиях адской кухни проявить не только поварской талант, но и характер лидера. На адской кухне ЧП один из ваших товарищей попал в больницу. Ему вырезали аппендицит. Он выбывает из борьбы. Участники до последнего верили, что Евгений Барабанщиков вернется. После таких известий синяя команда полностью впадает в ступор. Просто мы надеялись, что он все-таки, у него все нормально будет, и он присоединится к нам. Очень обидно, но мы занимаемся профессией, которая не позволяет нам расслабляться. Мы должны накормить гостей. Они не должны понимать проблемы, с которыми мы столкнулись. Вы согласны? Да, шеф! Чтобы спасти ситуацию, шеф решается на смелый поступок. Он еще не знает, к какой катастрофе это приведет. Я считаю, что вы уже достаточно подготовлены к самостоятельному ужину. Сегодня на позиции су-шефов станут повара. В обязанности су-шефов входят полный контроль кухни, сборка всех блюд перед подачей, четкие команды для поваров. Синяя команда. Су-шеф Иван Лазарев. Да, шеф! Иван Лазарев показал себя неплохим поваром. Но сможет ли он командовать кухней? Ведь на этой позиции необходим не только кулинарный, но и командирский талант. А таких качеств у мягкого Ивана пока не наблюдалось. У красных Алексей Гнетиенко. Да, шеф! Наконец-то Алексей Гнетиенко дорвался до желанной власти. На первом конкурсе его отодвинули на второй план. Ну что ж, сейчас все просто обязаны будут слушать только его. Я расставлю вас по позициям. Синяя команда, холодный цех. Анна Панюкова и Роман Смирнов. Роме и Ане не везло в конкурсах, поэтому как слабых игроков их ставят на легкие позиции. Они будут готовить салаты. Горячий цех Семен Колесников, паста, ризотто, Сергей Сильверстов. Сергею Сильверстову необходимо оправдать ошибки на конкурсах, поэтому его ставят на сложную позицию. Его задача готовить все гарнирные блюда и помогать с горячими компонентами для салатов. Гренками и сморчками. Теперь красная команда. Холодный цех Илья Пасохин, Ольга Медведева. Горячий цех Женя Ныркова. Женя Ныркова становится на сложнейшую горячую позицию. А Алексей Гнетиенко будет тщательно искать ошибки в ее работе. Паста, ризотто, Настя Савиных и Аруся Гукосян. Аруся Гукосян и Настя Савиных становятся на гарниры. Помимо пасты и ризотто, они будут варить яйца пашот для салатов. Илья, после окончания работы цеха вы на горячее, а Оля на десерты. Это понятно? Да, шеф. Всем по позиции. Во главе синей команды хороший повар, но слабый командир Иван Лазарев. Во главе красной жесткий лидер, который думает больше о месте, чем о работе команды. Чем может закончиться такой ужин? Сергей, открывайте адскую кухню. К началу ужина синяя команда абсолютно раздавлена отсутствием Евгения Барабанщикова. ИСУ-шеф, которому сейчас предстоит командовать кухней, явно не собран. Как синие справятся в таком состоянии? Естественно, понятно, что для команды синие это было ударом во всех смыслах. Они лишились отнюдь не самого слабого участника. Не знаю. Вроде? О, как, что? А на красной кухне Алексей Гнетиенко дает последние указания. Он будет пристально наблюдать за конкурентами и не простит ни малейшей ошибки. Смотри, как услышишь второй курс, сразу выкидывай, готово здесь лопатки, лотки. Один большой возьмешь под мясо, другой под... Просто здесь выставляешь. Я стояла, да, уже. Да-да-да, я поняла. Шеф не потерпит в своем ресторане ни плохих блюд, ни голодных людей. Если кухня не уложится вовремя, они будут закрыты. Полтора часа, если с первого заказа нет горячего, значит, я останавливаю кухню. А синие уже получают первый заказ. Первый курс, несуаз один, баклажан один, гребешки одни, цезарь один. Вторым курсом утка две, дорадо одна, трикот один медиум. Вип-гостем адской кухни станет звезда сериала «Солдаты» Светлана Пермякова. Гости за вип-столом быстро определяются с заказом. У нас вип-стол, одни гребешки, одни баклажаны сразу. Второй курс, ризотто, дорадо по одному. Десерты, фондан, панакотто по одному. Не слышу? Да, шеф! Давайте, давайте, давайте! Маруся, помнишь, что я тебе говорил в прошлый ужин, да? Я помню. Следи. Пока работа горячего цеха не началась, Семен свободен. Он предлагает свою помощь Сергею Зеливерстову, который готовит гарниры. Если что, можно же помогать, спроси. Ну, чтобы там, может, яйца пашот пожарить. Шеф пытается докричаться до Ивана. В шуме кухни Ивану необходим командирский тон. От этого зависит слаженная работа кухни. Помимо этого, Иван очень растерян. Проверяй гребешки. Если я проверю, будет плохо, я тебе говорю. Берблан, где изюм? Быстрее баклажаны. Нужно одной ложкой делать, а второй пробовать. Одной и той же ложкой не должен делать это. Проблемы у синих начинаются из-за Ромы и Анны, которые допускают ошибки на салатах. Так, вот это можно понять? Вань, почему она несет вот это? Я не могу понять. Вот это пожарено одинаково? Сколько можно? Я не буду пропускать. А на красной кухне разошелся Алексей Гнетиенко. Леша, без разницы, кем командовать. Главное, командовать. Красных это начинает раздражать. Настя, сними крышку с пастой. Возьми поменьше ложку. Арусия, ничего не с портится. Делай дальше свою работу. Я считаю, что у меня получалось руководить. Дезориентировать сильно. Кто-то становится с шефами, начинает кричать в ухо. Мне было мало комфортно. Очень, довольно-таки сильно по эмоциональному прессингу. Синие уже переделывают салаты. И сразу новая проблема – гарниры. Семен, помогавший Сергею Селиверстову, помог так, что теперь пюре придется переделывать. Пюре синих неоднородно и с комками. Это недопустимо в ресторане адской кухни. Пюре красной кухни справа. Слева пюре синей кухни. Консистенцию ты видишь? Нет? Кто вот это сделал? Я. Правильно сделал? Хорошо? Нет. Пробивайте пюре. Вот такое должно быть пюре. Понятно? Да, шеф. Шеф понимает, что синие выбиты отсутствием Евгения Барабанщикова. Поэтому не хочет давить на команду, несмотря на жесткие условия адской кухни. Здравствуйте. Очень приятно быть у вас в гостях. Как приятно, что вы пришли. Мы так надеемся на сегодня поразительные блюда. Сегодня я поставил их су-шефами, поэтому это лотерея сейчас. Но я надеюсь, что все будет вкусно. А на красной кухне, похоже, зреет бунт против Алексея Гнетиенко. Я кричу два раза, вы меня не слышите. Команду раздражает такой су-шеф. Девочки, у меня голос сейчас сорвется к черту матери. Пожалуйста, слышите меня. Может быть, даже это было чрезмерно. Потому что понятно, что шеф, который действительно управляет своим коллективом, находит общий язык, не должен так кричать. В итоге все равно завело его в тупик. Алексей работал на камеру и, так сказать, строил из себя героя. Такое поведение Алексея не радует девушек. Тем более, что за командирским тоном он не видит настоящих проблем своей кухни. Кто жарил? Очень много масла. Исправить срочно. Алексей, очень много масла. Не просушили. Исправить вот есть новые гринки. Девочки, не стоим! Двигайтесь! Команда работала одинаково плохо. Но при этом Леша пытается играть на командных чувствах. Девочки, давайте, пожалуйста, мы одна красная команда. Работаем как одна команда. Не слышу! Да, шеф! Вторая проблема возникает у красных с салатами. Из зала возвращают салат Ольге Медведевой. Салат не понравился гостям. Оля, быстро! Это ваш косяк, Оля. Аруся, слышала? Да. Очень плохо пожарили некрустящие сморочки. Ладно, хорошо. Хорошо. В это время на синей кухне шеф все пытается встряхнуть Ивана Лазарева. У тебя кухня стоит. Смотри, как работает та кухня. Ни один человек не стоит. Ваня, это от тебя зависит. Присыпайся, давай. Где полотенце твое? Что ты мне этим делаешь? Я не слышу вас. Не слышу, что вы делаете, где вы делаете. Никакой коммуникации здесь не слышу. Процессы тормозит Анна Панюкова. Анна не может собрать нормальные салаты, без которых в зал не могут выдать и остальные блюда. 25 минут, почти 30 минут задаем холодное. Дай ей по мозгам и скажу, что сделать, чтобы она проснулась. Давай, давай, давай. Анюшка, давай, селились, пожалуйста. Да, шеф. Но настоящей проблемой синих становится Сергей Сильверстов, который стоит на гарнирах. Под таким прессингом Сергей не может разобраться даже с печью. Что с плитой? Не понимаю. Глубже поставим. Открываешь, открываешь, закрываешь. Один раз поставил, один раз вынул. Так. Понятно, нет? Да, шеф. Еще оставим двое баклажанов и двое гребешков. Да, шеф. Ко всем проблемам добавляется еще одна. Роман Смирнов допускает очередную ошибку с закусками. Посмотри, видишь, какое у вас состояние? Да, шеф. Один черный, один белый. Да, шеф. Один белый, другой черный. Да, шеф. Шеф идет на красную кухню. Прошло уже 25 минут со времени первых заказов, а кухня еще ничего не выдала. 25 минут. Все бабки, клиенты, они тоже не хотят так долго ждать. Уже критично, давайте быстрее. Слышали, что шеф сказал? Давайте быстрее. Красная кухня продолжает игнорировать су-шефа. Неужели девушки действительно решили избавиться от Алексея таким образом? Мы понимаем, что это очень жесткое шоу, где проверяется не только профессиональные навыки, но и проверяется характер. Шеф знает, слабым не место среди лучших. И только в жестких условиях адской кухни можно раскрыть потенциал шеф-повара для ресторана международного стандарта. Пятый адский ужин в самом разгаре. Но заказ, похоже, получил только вип-стол. Большая часть зала продолжает сидеть голодными. Чтобы поддержать Ивана, шеф напоминает су-шефу, зачем Ваня пришел на проект. Почему ты с доброй закончил? Валя, ты уже хочешь иметь свой ресторан. Очень хочу. А быть известным шефом. Да. Принимать людей, всех целовать, других бить. Ты уже сюда попал? Значит, ты личность. Мало того, ты и здесь из всех выделяешься. Я же не просто так тебе поставил су-шефу. У меня на тебя большие надежды. В тех ресторанах, может, работал он, на самом деле. Поэтому неаккуратен. Но ему надо выходить на ступеньку выше. И ты становишься бесценным для любого ресторатора. Или ты делаешь свой ресторан. Понятно, Ваня? Да, шеф, понял. Мне кажется, я прав. Да, вы правы. Мне кажется, из Ваньки хорошие получится. Шеф, из Ваньки я сделаю хорошего. Я радеюсь, что вы сделаете. Пока Алексей Гнетиенко бессильно борется с красной командой, су-шеф синих Иван Лазарев наконец заговорил командирским тоном. Похоже, шефу все-таки удалось разбудить Ивана. Третий курс. Панакота одна, равиоли один, малиновый деликатес один, фондан один. Дайте дожарить, дайте дожарить. На сковородку, быстро, Аня. Давай, давай. Хрустящая должна быть везде. Я тут тоже с краю. Новый пашот. Два несуаза, один цезарь. Ребятки, давай отдаем. Да, шеф. Тем временем у красных возникает новая проблема. Аруся Гукасян, которая стоит на гарнирах, должна варить яйца пашот для салатов. Но именно пашот у Аруси не получается. Яйцо пашот. Яйцо без корлупы, сваренное в воде с добавлением уксуса, в котором белок сворачивается, а желток остается жидким. Переделай пашот. Ты его и переварил, и порвала, да. Вот вдохни сейчас воздух в себя. И сделай нормальный пашот. Это все зависело от меня, и я плохо делаю. Руки кривые, наверное, скорее всего. Мы уже час сидим. О, даже больше час-десять мы сидим. Такое прям диаметрально вот разное характерно. В любом случае, да, даже не проблема, а главная задача любого коллектива – это слаженно работать. Вот и все. Уже несколько яиц подряд испорчено. Ольга Медведева бросает свою позицию и летит на помощь Арусе. Оля, ты что делаешь, Оля? У тебя есть на это девочки? Встань на свое место! У синих, где на гарнирах стоит Сергей Селиверстов, тоже проблема с яйцами пашот. Эту проблему шеф решает в привычной манере. Кто его варил, вот этот пашот? Вот пашот кто это сделал? Я варил. Открывай рот. Открывай рот. Заедай этот пашот себе. Открывай, открывай! Ну как можно вареное яйцо туда отдать? Шеф не потерпит некачественных блюд в своем ресторане. Любая ошибка угрожает авторитету его заведения. Тут же достается и Ивану Лазареву. Иван, трава где? Где мы торчим? Я не слышу звука от этой кухни. Все как-то затихло, и они стали вот так вот медленно передвигаться под главенствованием Ивана. Я считаю, что Ваня отработал отлично. Я Ваню вообще не виню. Ваня отлично отработал. Просто для него это огромный стресс, потому что никто этого не ожидал. Тяжело вот так вот взять бразды правления. Потому что секунду назад он был точно таким же, как мы. Синим явно не хватает спокойствия и навыков Евгения Барабанщикова. Мы просто не рассчитывали на то, что будет такой поворот событий. Мы и посыпали. Валится вся кухня. Проблема с закусками. Давайте, ребята, рататуй где! Карнирами. Блажаны надо новое резать. Заготовь. Так надо новое резать, режь! И с блюдами, которые собирает сам Сушер. Вот это холодное абсолютно. Вот это все как ледяное. Потрогай. Тунца, потрогай. Да, шеф. Все попробовал? Потрогал? Убедился? Давай дальше. Я думаю, если бы был бы Женя сегодня с нами, то было бы, в принципе, все получше. Иван продолжает допускать ошибку за ошибкой, в результате чего блюдо просто не попадает в зал. Прошло пять ужинов. Конечно же, я надеялась, что сдвиг какой-то хотя бы в общем командном зачете уже будет ощутим. Вот пока этого вообще ни за кем не видно. Соус где у тебя? Ты видишь, на утке здесь соус где нет? А, да, шеф. А? Да, шеф. Ты ведь что, забыл все, что ли? А этот хвост кому-то положил вот так вот отдельно еще. Переделать, шеф? Переделывай. Переделывай. Я же думала, все-таки принесут же блюда. Я же должна дождаться уже принципиально. Тем временем у красных продолжается настоящий яичный ад. А Руся до сих пор не сварила нормальные яйца пашот для салатов. Кухня стоит, а время идет. Лучше бы пельмени заказали. Очень вкусный соус. И грибы, да? Рис, но он не, он твердый. Он застревает в зубах. Но соус вкусный. У нас стопор стал на паста-ризотто. На паста-ризотто у нас стояла Настя и Руся. Это, на мой взгляд, на сегодняшний день были самые слабые крылья. Несмотря на это, Алексей Гнетененко продолжает строить из себя большого начальника. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Но не там, где нужно. Ты не знаешь, как тарелки надо носить? Вот так вот тарелки носится, видишь? Девочки, вы что, с ума сошли, что ли? По-моему, шпинат уже должен быть говно. Посмотри. Нормально. Настя, не отвлекайся, что ты смотришь на нее? Готовь только закуски сейчас. А Руся встает на второй курс. Понятно? Даша! На красная половина какая-то более громкая. И мне кажется, у них там либо имитация бурной деятельности, либо реально бурная деятельность. Он кричал, руководил, ну, как бы делал какой-то вид, да? Потом началось что-то не получаться. В это время на синей кухне случается ЧП. Сергей Селиверстов, который готовит горячие компоненты для салатов, пережаривает гренки. Отложив их в сторону, он готовит новую порцию. Но незадачливая Анна Панюкова забирает испорченные гренки и кладет их в салат. За салаты отвечают Анна и Роман. Когда шеф обнаруживает гренки в салате, он приходит в бешенство. Вы можете пышнее, Цезарь, делай? Раз говорили вчера, позавчера. Уже сколько можно из этой кухни? Я все готов пережить. Но подзатыльник он меня выбил из клеи. Так постоянно поступал мой отец. Удар по голове оказался ударом ниже пояса. Даже шеф не представляет, какие последствия повлечет за собой этот подзатыльник. Я хочу *** ему, чтобы *** он слег. Такое унижение просто выключает Романа из ужина. С моими семя сотрясениями головного мозга, у меня до сих пор голова звенит. Но Иван Лазарев еще не представляет, каким ужасным станет для Ромы это событие. Роман, на гарнире встаешь, а не одна на салатах. Разбитого и раздавленного Романа переводят на самый сложный участок кухни – гарниры. Как будет работать Роман? Времени у синих почти не осталось. Прошло уже 45 минут ожидания блюд. Кухня близка к закрытию. После последних событий Рома стоит на самом проблемном участке вместе с человеком, по чьей вине он получил незаслуженный удар. Неудивительно, что вскоре синие допускают фатальную ошибку. Давай, давай. На что похоже? Похоже на вкус, на ризотто. Да? А соль из кухни туда захерачил? А, пересолено? Так, синие кухни построилось. Синие кухни закрыта. Это понятно? Да, шеф! Синие кухни закрыта, убираем кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие гости, синие кухня закрыта по причине полного непрофессионализма этой кухни. И так у красных появляется возможность не проиграть. Но проблемы с гарнирами преследуют обе команды. Не трогайте яйцо. Я не трогаю, но на ней собирается. Так, не орём на кухню. Делай другое. Что здесь происходит? О, шеф. Что происходит? Пюре мы переделаем, потому что оно было жирное. Я антрекот сейчас будем пережаривать, он перешёл. Тогда что мы делаем? Останавливаем кухню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Останавливаем кухню. Красная кухня, построились! Красная кухня. Остановили, убирайте, всё. Мы закрыты. Дамы и господа, красная кухня также закрыта, они не уложились в норматив, столько ждать горячее невозможно. Она закрыта, всем спасибо. Девчонки от не справились. Я был очень сильно прям разочарован и расстроен. Мы ждали дольше, чем следовало. Мы не получили основные блюда. Очень жаль. Но это игра. Возможно, у них были какие-то проблемы. Мы очень долго ждали. Мы не получили основного блюда. Мы надеялись попробовать, но не получили. Но... Гуру ресторанного бизнеса Арам Нацаканов, как никто другой знает, какой должна быть высокая кухня. Работать в его ресторане всё равно, что ходить по раскалённым углям. Ведь за каждое блюдо, которое выходит из-под ножа его поваров, он отвечает лично. И он не собирается краснеть перед гостями. Во время ужина синяя кухня была закрыта шефом. А красную закрыл сам Алексей Гнетиенко. Роман Смирнов получил удар, за который поклялся отомстить шефу. Что же будет дальше? Шеф переживает за репутацию своего ресторана. Такая провальная работа в его заведении недопустима. Обе кухни закрыты. Обе кухни не справились сегодня с ужином. Многие вещи похожи. Я не буду долго тянуть. Радости нет ни в той, ни в той команде. Но я объявлю проигравшись в синюю кухню. Обе кухни не уложились вовремя. Но синяя кухня допустила много ошибок и была закрыта раньше. К тому же шеф прекрасно видел, что красные медленнее работали на зло Алексею Гнетиенко. Иван, вы у нас у шеф? Вы командовали уборкой? Вот опустите сюда руки. Сюда. Что-то чувствуете, Иван? Да, не убрано. Я не могу за таким столом даже стоять. Вот так вы обслуживали гостей сегодня. Красная команда работала, но желания унизить их не было. А синяя команда работала, у меня было большое желание их унижать сегодня. Я долго терпел. Но теперь я понимаю, что без унижений вы не начнете работать. Каждый вечер все повторяется абсолютно по одному и тому же сценарию. Час сорок, мы ждем горячее. Потом у нас оказывается недоварено ризотто. Перед этим у нас оказываются баклажаны, на которых моцарелла похожа на резиновую нашлепку. Сергей? Мне понравилось, как руководил своей бестолковой командой Алексей. Мне не понравилось, как руководил своей бестолковой командой Иван. Ты менял кого-нибудь в течение ужина? Да, Роман с холодным ансеклом переставил на пасты и ризотто. Но он приготовил ту блюдо, из-за которого в конце концов закрыли кубку. Даша. Ни один из вас не имеет никакого права номинировать сегодня. Ни один. Поэтому номинировать в вашей команде буду я. Через пять минут китилен распашку. И начну вас вышвыривать отсюда. Понятно? Да, шеф! Все, вон отсюда. Чувствую тревогу я буду ожидать в следующем ужине. Слушай, кого теперь поколоть? После провального ужина обе команды подавлены. Но самый большой удар получил именно Роман Смирнов. Я тебе говорю, я все понимаю. Ну, б***ь. Поднимать руку на меня? Под затыльник Роман получил из-за Сергея. Ведь именно он жарил гренки для салатов. Сухарики были мои, но я их туда не давал. И недожаренные сухари забрал и отдал Ане. Аня могла бы сразу сказать. При этом на вопрос шефа о том, кто же жарил гренки для салатов, Сергей не ответил, а досталось Роману. Серега, я могу назвать его другом своим. Я не знаю, я стоял, я не мог понять, почему. Такое предательство выбило Романа. Но еще больше его беспокоит сам подзатыльник, вызывающий ужасные воспоминания о детстве. Так бы, отец со мной поступал точно так же. Для меня это очень тяжело. Для меня это... Воспоминания из детства, которые... Я не хочу вспоминать. Поджопник я стерпел, потому что мне п*** на поджопник. А вот подзатыльник у меня башка до сих пор гудит. Серьега, у меня 70, трясение. У меня точно так же отец с детства. Точно так. Условия адской кухни стали невыносимые. Постоянные моральные унижения, недостаток сна и отдыха, госпитализация Евгения Барабанщикова. История с Романом стала последней каплей для участников. Каждый из них мечтает о своем ресторане. Но что сильнее, мечта или гордость? Я могу сказать, что если Ваня номинирует себя и Аню, то мы все останемся. Сергей Сильверстов пытается удержаться на проекте всеми средствами. Сейчас он пытается перевести стрелки на Анну Панюкову. Номинирую они? Нет, не буду. Я не считаю, что на косячку. Я не видел. Я тебе объясню, в чем. Не надо, я все для себя решил. После провальной работы на ужине Сергей чувствует, что если выяснится, кто на самом деле жарил гренки, то его минуты на проекте сочтены. Не послушайте, не надо. Я тебе объясню. Он сам видит, он сам скажет. Нервы на пределе. Участники обеих команд держатся из последних сил. Одного человека, говорю, разрезали, пойми, что ему отрезали. Еще поставили сушефом. Одного из нас, говорю, нас и так на одного меньше. Еще, блядь, мы должны, блядь, работать. Я сказал, что команду посыпают, потому что неожиданный поворот событий. Я с тобой согласна, блядь, на сто процентов. Все просто раздавлены. Они еще не знают, чего ждать от Романа Смирнова на построении. Позиция в ресторане. И шеф-кондитер, и шеф-повар. У меня еще в подчинении трое человек. То есть еще три человека готовят вот так. Счастные эти волокжане. На адскую кухню шеф-кондитер из Вологды Роман Смирнов пришел с одной целью. Доказать всем, что в него можно верить. Но вот с доказательствами у Романа явно не сложилось. Сейчас переделаю, шеф. Что переделаю, шеф, это все уже, уехало это все. Роме не просто не везло. Иногда он становился посмешищем. Как для команды, так и для судей. При этом шеф ценит Романа за железную волю. Шеф, ризунт будет хорошее. Да? Да. Если будет плохой, я тебя выкину сейчас. Согласен? Да, шеф. И характер, который не позволяет Роману опускать руки. Сдаваться. Не сдамся. На что решится Роман Смирнов, чтобы показать шефу? На него нельзя поднимать руку. Как отнесется шеф к такому поведению? И какой неожиданной развязкой закончатся эти события? Кто покинет адскую кухню после пятого адского ужина и навсегда оставит мечту о собственном ресторане? В следующем выпуске «Адской кухни». Здрасте. Меня зовут Арам. Высокая кухня для высокого гостя. Это чудо. Это просто, я считаю, победа. «Адская кухня» в четверг в 21.00 на РЕН-ТВ. Кто останется в шоу и получит шанс изменить свою судьбу? Станет лучшим на глазах миллионов зрителей. А кто навсегда потеряет возможность доказать свой авторитет среди поваров высокой кухни? Я сегодня номинирую на покидание адской кухни двух членов синей команды. Смирнов Роман. Да, шеф. И сушев сегодняшнего вечера. Да, шеф. Лазарев Иван. Почему я тебя сюда вызвал? Да я хочу, чтобы ты сам назвал мне причину. На моем блюде закрылся ужин из-за моего ризотто. И я виноват. Гринки эти кто жарил? Разные. Кто положил их в салат? Кто? Гринки передавал я, положил в салат Анну. Сколько ты будешь вот это делать мне, а? Это я шеф сделал. Сколько это вот? Мне что-то не понравилось, как ты отреагировал вообще на мои замечания. А мне не понравилось, когда она меня поднимает руку и бьет по голове. Упор лежа принять. Упор лежа принять. Раз, два, раз, раз, я сказал. Я сказал раз, два, раз, два, раз, два. Во мне это чмо, а не мужчина. Если уж он получил затрещину, то безусловно задело. Какого черта он стал отжиматься, если его так обидели? Шеф его проверяет. Не каждый сможет. Сказать то, что его не устраивает, очень достойно. Раз, два, встал. Ты будешь здесь делать то, что я тебе говорю. Шеф, я буду делать то, что вы говорите, но я не хочу терпеть, когда меня бьют по голове. Шеф, в общем, оказался в таком странном положении, то есть, ну, такой сердцукцван. Вот кого бы он не выгнал, все было, все, все, все не так. Ты можешь сейчас сам убираться? Это решите только вы. Сам я не уйду. Ну и что, ты хочешь остаться на адской кухне? Да, шеф, я хочу остаться на адской кухне. Почему? Потому что я готов развиваться и не повторять свои ошибки. Я верю, что я смогу это сделать. По голове, да, говоришь, обидно? Да, шеф. А куда не обидно? Куда угодно. Только не по голове. Отправляйся в строй. Спасибо, шеф. А ты что такое лицо сделал мученическое? Сережа! Да, да, шеф. Иди-ка сюда. А ты как у нас сегодня работал? Плохо. А почему ты так работаешь? Ты знаешь, у нас сегодня стоит вот это чудо по твоей вине? Сколько ты сегодня напортачил? Помнишь, нет? Помнишь, шеф. По шотам напортачил. С гренками-то я жарил. Ты жарил гренки? Я жарил. А он тебе не выдал? Да, жарил я. Какой позор, а? Ладно, будем заканчивать с вами. Иван, слушай, что ты хочешь мне сделать такое, что я тебя оставлю здесь на адской кухне? И хочу, чтобы вы меня научили делать все так, как надо. А тебя? Для чего я оставлю на адской кухне? Потому что я буду работать лучше, чем работаю, намного. И больше не подведу никогда из команды ИСУ-шефа. Сергей? Снимайте куртку. Едите домой. До свидания. До свидания. В нашей команде нет слабых. Ошибиться может любую. В данный момент я ошибся первым и ушел. Не хотел, чтобы уходил Рома или Иван, а получилось, что ушел я. Стыдно ехать домой. Я не доказал, что я могу работать с шефоваром. Я планировал дойти до финала. Но, видно, ни судьба не получилась. А теперь ты, мой дорогой. Все, шутки закончились. Отправляйся в струк. Спасибо, шеф. Тебя это тоже, кстати, касается. Твоя болтовня, я больше слушать не буду. Пойдешь сюда, сразу снимаешь сам куртку. Понятно? Да, шеф. В спальную зону. Бегом. Условия адской кухни эмоционально опустошили всех. Я, Серый, постоянно выполнял все операции свои. Хватался за все. Я не знаю, что выгнали. Просто вот этим решением сейчас просто убили нашу команду. Все, нафиг. Участники на грани отказа от шоу. Ну, честно сказать, я была в шоке. Просто очень жалко человека. Было хорошо очень. Я не буду за каждого так плакать. Просто мы сдружились и слезы. Это значит, что у человека есть душа. Я рада, что, наверное, у меня она есть. Найдут ли они в себе силы пойти дальше? Ведь условия шоу очень жестокие. А шеф убежден, только под таким давлением рождается настоящий руководитель ресторана мирового уровня. Смотрите в следующем выпуске. После подзатыльника шефа Роман Смирнов взялся за работу. Чем для Романа закончится ужин? Триумфом или провалом? Я хотела бы взять свои слова обратно по поводу Ромы. Я считаю, что Рома суперповар. Я очень рада, что Рома остался на проекте. Шеф убирает Женю Ныркову подальше от Алексея Гнетиенко. Путь до Рома. Пока. То, что работают вместе, я довольна на 100%. Она наводит смуту вообще. То есть может перессорить даже друг с другом девчонок. Вот, она очень ленивая. Кто станет новой жертвой Алексея? Мы уже просто не подшучиваем, как реально над девочкой, которая вот одна сидит в песочнице, а нам как бы там вообще в принципе делать нечего, мы из этой песочницы давно вылезли. И теперь они надо мной издеваются. И Леша понял, что можно меня вывести из себя. Прямо без остановки говорит, говорит, говорит. На что он меня вывел просто, и я не знаю, готова была бы порвать его на честь. В чем слабость Семена Колесникова? У меня нет красноречия. Я не владею красноречием, я не могу высказывать свои мысли, не могу презентовать блюдо. Я могу, ну, просто скажу, что это, не придумываю названия, не придумываю там еще что-то. Я сделаю хорошо, но объяснить я не смогу, понимаете. Кто навсегда простится с мечтой о трех миллионах рублей и покинет адскую кухню? Адская кухня. Россия. Первый сезон. Их осталось всего 11.